всем привет спасибо что присоединились на нашем очередном вебинаре для некоммерческих вообще будет интересно эту тему всем у кого есть сайт потому что одно дело сделать сайт другое дело дело так чтобы сайт находили вкратце я расскажу сейчас немножко нас кто мы такие если вы смотрите в записи и расскажу вообще как бы что полезно мы еще делаем в этом месяце в апреле мы много освещали темы поисковой оптимизации seo маркетинг были два вебинара до этого про mail маркетинг и про google adwords можете посмотреть записи на нашем сайте вот сегодня мы поговорим в общем о seo поисковой оптимизации как этого и теме вообще подойти если вы ничего не знаете или что делать если у вас есть сайты как вообще продвигать я не очень хочу отвлекаться на чат пожалуйста если кто-то может помочь просто напишите что если у кого-то нет звука обязательно нужно перезагрузиться вкладку его попробовать войти через incognito либо через какой-то другой браузер лучше использовать chrome или firefox меня зовут алексей ницца все еще я являюсь вент редактором теплиц социальных технологий я веду вебинары такие как этот два способа по которым можно меня найти это mail электронная почта ницца собакатест точка ру если у вас есть какие-то вопросы пишите мне я обязательно отвечу и также меня можно идти в фейсбуке также на любые вопросы касательно мероприятий и всего остального можно мне писать и я отвечу сайт наш выглядит вот таким образом сверху зелененькая такая полосочка она очень так определяемым и адрес то есть роста точка ру мы называемся теплица социальных технологий и везде в социальных сетях мы слышите при цисте то есть достаточно легко найти как фейсбуке вконтакте youtube и так далее мы являемся общественно образовательным проектом цель которого является популяризация использования интернет технологий для создания каких-то общественно важных проектов и соответственно мы связаны две целевые аудитории с одной стороны это некоммерческие организации и общественные инициативы это те люди которые делают полезные проекты и с другой стороны это люди которые владеют определенными навыками эти специалисты это дизайнеры и так далее но но часто, которые не задумываются о том, что свои знания можно использовать как-то в полезных проектах. Поэтому разными способами мы их соединяем, мы проводим в флайн-мероприятиях, как хакатоны, воркшопы и так далее, метапы, так и онлайн, как этот вебинар, где в том числе либо я рассказываю о каких-то темах, либо когда мы приглашаем спикеров. И цель как раз рассказать о том, как делать вашу работу более эффективно, когда вы делаете какой-то полезный проект. Так, я отвлекусь на чат. Да, вот часто бывает так, что проблемы со звуком, но, к сожалению, я ничего не могу поделать, потому что, возможно, это просто некая сложность с нашей платформой. Наверное, мы ее будем менять в следующий раз, но ничего сложного. Да, я хочу сказать следующее, что так как мы проводим достаточно много мероприятий, у нас создается много контента, который очень полезен, и мы советуем подписаться на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить ничего интересного. Там как записи мероприятий, докладов и так далее, в том числе так и еще два плейлиста, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это плейлист записи вебинаров, то есть мы все это записываем, естественно, и сейчас там уже больше 60 вебинаров. Это такие, по сути, часовые видео, которые позволяют вам погрузиться в ту или иную тему. Также вы можете спокойно перематывать, смотреть какие-то определенные блоки. В общем, очень советую. И второй плейлист – это плейлист видеоуроков в теплице. Это такие небольшие видео, где-то порядка 3-5-7 минут, которые рассказывают о том, как пользоваться каким-то определенным онлайн-сервисом, приложением, где разбираются какие-то понятия, например, вот как пользоваться UTM-метки устанавливать, как какую-то программу использовать, что такое SEO, в том числе, где был видеоурок, то есть тоже зайдите посмотреть, там их уже, наверное, больше 130. И сегодня о чем мы поговорим? Мы сегодня поговорим именно о поисковой оптимизации, о SEO, что, собственно, дословно переводится как поисковая оптимизация. И почему это важно? Потому что… И особенно для некоммерческих организаций, потому что мы делаем какие-то сайты, да, мы делаем проекты, и мы хотим, чтобы наша стильная аудитория или те люди, которые могут нам помочь, да, чтобы они нашли наш проект. И для этого, во-первых, у некоммерческих организаций зачастую просто нет бюджета на рекламу, поэтому есть определенные способы, которые позволяют вам сделать так, чтобы по ключевым запросам ваш сайт находили, и это было более эффективно. Так вот, как это сделать вообще? Что это такое? Как работают поисковики? Что нужно сделать с вашим сайтом? Об этом сегодня расскажет приглашенный спикер. Это Руслан Байбеков из SEO-пульт. И я думаю, что, Руслан, ты можешь уже включить тогда камеру и микрофон и включить свою презентацию. Всем привет. Включаю презентацию. Окей. Сейчас я скажу, когда будет видно. Да, все видно. Если что, я буду помогать, в общем, да, о том, что я тебе передаю слово. Спасибо, Леш. Еще раз привет. Друзья, меня зовут Руслан Байбеков. Я являюсь руководителем отдела аналитики компании «Сеопульт» и исполнителем директором компании «Макстаргит.ру». Сегодня я бы хотел поговорить с вами о SEO-продвижении. Наш вебинар будет, наверное, длинным. Я постараюсь, чтобы он был интересным. Вкратце, забегая вперед, хочу рассказать, что первая часть вебинара будет скорее так теоретической, да, то есть я расскажу о базовых понятиях, что такое SEO, почему оно интересно, как это работает. А во второй части мы будем с вами разговаривать о том, о практике. Я напрямую покажу, как подбирать запросы, как работать семантическим ядром. Постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно и, самое главное, наверное, полезно. Давайте, наверное, начнем. Не будем долго вступать, не буду долго с выступлением затягивать. Итак, да, со звуком вроде как у всех проблемы решены. Надеюсь, что все меня слышат. Сегодня мы будем говорить о SEO, да. SEO – это поисковое продвижение, как уже Алексей вам сказал. Почему это важно, почему это интересно? Дело в том, что поисковые системы стараются всегда ответить на запрос своего пользователя. Когда вы пишете какой-то запрос, неважно, купить кроссовки, там, не знаю, купить лекарства и так далее, поисковая система старается показать вам наиболее полезные для вас результаты. Вот. И самое интересное то, что в данном случае переход на сайт осуществляется с интересом. То есть аудитория, которая переходит к вам на ваши сайты из поисковой выдачи, она в первую очередь сама заинтересована в ваших услугах. Поэтому этот трафик является наиболее, скажем так, конверсионным, и это наиболее заинтересованная целевая аудитория вашего сайта. Поэтому я крайне рекомендую обратить внимание на этот процесс. Штука очень полезная. И самое главное, что если делать это правильно, то можно обойтись в большинстве, скажем так, тематик, с очень низкими, очень скромными бюджетами. Но, конечно же, в этом случае придется просто поработать больше. Итак, начнем с того, что такое поисковая система. Поисковая система – это некий сложный инструмент, у которого есть алгоритм поиска информации в интернете. Работает это все, ну, в принципе, если посмотреть поверхностно, то довольно просто. Робот ищет сайты в интернете, ну, как многим это кажется, да? На самом деле это не так. Робот не ищет в интернете вживую прямо сейчас. Алгоритмы всех поисковых систем имеют свой индекс. Индекс – это некая база, что ли, база знаний, да, база данных, в которой хранится информация о сайтах в интернете. И робот регулярно обходит сайты и проверяет, что там изменилось, какие сайты стали лучше, какие стали хуже. Ну, и, соответственно, от этого зависит ранжирование сайта. Яндекс. Мы сегодня будем говорить о Яндексе в основном, потому что на территории России, скажем так, это наиболее популярная поисковая система. Трафик в ней наиболее легко анализируем. И алгоритмы, в принципе, более-менее как-то знакомы. Они чуть-чуть отличаются от алгоритмов Гугла. Далее я буду об этом рассказывать, но забегая вперед, скажу тем, что для Гугла нужно больше ссылок, для Яндекса нужно больше качества сайта. Вот. Значит, поисковая система Яндекса использует два индекса. Это прямой индекс и обратный. Ну, я не думаю, что это надо входить в детали, рассказывать, что это такое. Информацию об этом можно легко найти. Если вы заинтересованы в том, что я рассказал об этом, просто пишите в чате, и как у нас появится перерыв, или еще что-то я расскажу. Далее. После того, как робот нашел ваш сайт, происходит добавление сайта или его страницы, если вы новую страницу создали, в индекс поисковой системы. Так вот работает алгоритм. Соответственно, добавить сайты в индекс можно несколькими способами. Самый хороший вариант – это напрямую через Яндекс.Вебмастер. Если вы еще не зарегистрированы в Яндекс.Вебмастере, я крайне рекомендую вам это сделать. Кстати, давайте чуть-чуть пообщаемся. Я вам буду задавать периодические вопросы, и мы попробуем понять. Будет некий такой диалог. Напишите плюс тот, у кого есть аккаунт в Яндекс.Вебмастере, и кто следит за своим сайтом. Ну и, соответственно, минус напишите, у кого нет. Я буду дальше продолжать рассказывать. На самом деле, по статистике уже получается, что у большего количества нет. Я крайне рекомендую вам зарегистрироваться в Яндексе и, соответственно, добавить ваш сайт в Яндекс.Вебмастер. Там будет очень подробное на заказном. Проверьте сайт ваш, вы должны его зарегистрировать в Яндекс.Вебмастере. Придите по ссылочке webmaster.yandex.ru и зарегистрируйте ваш сайт. Это сделать очень легко. Там вы получите подробную информацию, в том числе вы можете сообщить о новом сайте, если его только создаете. Вот. Идем дальше. После того, как поисковая система добавила страницы в Яндекс, она проверяет количество страниц в Яндексе именно по вашему сайту. Проверить это можно очень легко самостоятельно, опять же, набрав вот эту команду, то, что вы сейчас видите в презентации, сайт, двоеточие и адрес вашего сайта. Вы увидите количество результатов, но оно соответствует количеству страниц в Яндексе поисковой системы Яндекс. Также это можно проверить через, опять же, вебмастер, о котором я говорил ранее. В Яндекс.Вебмастере есть подробная информация о количестве страниц в Яндексе, о тех страниц, которые выпали из Яндекса, о каких-то ошибках. Это очень и очень полезная информация. Это крайне необходимо сделать. И желательно в вебмастере Гугла тоже зарегистрироваться. Иногда бывает такая ситуация, когда нужно, наоборот, не показывать поисковой системе какую-то информацию с вашего сайта. Банальный пример. Вы только создали сайт, купили домен, да, сайт еще, по сути, не наполнен ничем, просто какая-то там подобрали какую-то CMS, разместили какой-то шаблон, но сайт пустой. В этом случае я рекомендую закрыть сайт от индексации, наполнить его хотя бы частично, и уже после этого показывать его поисковым системам. Поэтому в данном случае это необходимо сделать. Бывают также случаи, когда какая-то страница не должна попадать в индекс. Например, страница логина к вашей CMS. Ее тоже лучше закрыть от индексации. Это все можно сделать в файле robots.txt. Так, по поводу файла robots.txt можно много узнать, опять же, у хелпа Яндекса. Он показывает полностью все директивы работы с этим файлом, как с ним работать. На этом тоже зацикливаться мы не будем, мы будем говорить все-таки о более масштабном чем-то. Далее, после того, как мы создали сайт, он начал индексироваться, нам необходимо понять факторы ранжирования. Да, поисковая система подбирает сайты, выдвигает, скажем так, в топ, продвигает сайты только те, которые соответствуют неким критериям качества. Критерии качества бывают двух типов – внутренний и внешний. Внутренний – это текст, качество текстов ваших. Тексты должны быть уникальны, интересны и так далее. К ним также относятся заголовки, ссылки на сайте, все, что находится внутри вашего сайта. К внешним факторам относятся доноры, ссылочные, скажем так, факторы. То есть то, что вы делаете вне вашего сайта. Это покупка ссылок, это реклама на каких-то, не знаю, размещение баннеров каких-то, размещение различных естественных ссылок, контекстная реклама и так далее – это все внешние факторы. Контекстная реклама, не доказано, скажем так, что контекстная реклама каким-либо образом влияет на продвижение, но трафик, который перешел по контекстной рекламе на ваш сайт, он учитывается и учитываются его поведенческие факторы. Поэтому я тоже отношу этот вид рекламы к внешним факторам ранжирования сайта. Далее, я уже начал говорить о поведенческих факторах сайта. Это что такое поведенческие факторы? Поведенческие факторы, опять же, бывают двух типов – это на сайте на вашем и в поисковой выдаче. На вашем сайте поведенческие факторы – это то, что делает посетитель, как он читает, то есть время, которое он проводит на вашем сайте, глубина просмотра, то есть сколько страниц он просматривает на вашем сайте. Это все относится к поведенческим факторам. И их учитывают поисковые системы. Следовательно, делаем вывод, что чем больше времени пользователь проводит на вашем сайте, чем больше страниц он просматривает, тем ему этот сайт интереснее. И, соответственно, поисковая система говорит, что он полезный для пользователя и продвигает вас вперед. То же касается поведенческих факторов на выдаче. Если пользователь перешел на ваш сайт из поисковой выдачи и сразу же с него ушел, вернулся в выдачу и ищет другие сайты, это значит, что сайт ваш неинтересен. И, соответственно, вы немного просядете вниз. Следующий момент – это коммерческие факторы. Коммерческим факторам относятся контакты, которые пользователь может увидеть, доверие вашего сайта, то есть количество доверительных отзывов в интернете, ссылки и так далее. Социальные факторы. Это все, что касается социальных сайтов. У меня почему-то здесь появилось небольшое пропадание, видимо, какая-то проблема с интернатом. Ну и, конечно же, есть факторы запросные. Это понимание потребности. То есть если потребность вашей услуги через выдачу оценивается низкой, то, соответственно, вы будете ранжироваться хуже. Если вы что-то не понимаете, если я говорю, может быть, слишком сложным языком, то просто помечайте себе. Я всегда доступен, я позже покажу свои контакты, и вы сможете написать вопрос всегда мне, я всегда отвечу на него. Либо пишите вопросы в чат, я тоже буду прерываться, смотреть чат. Я люблю такой диалог, поэтому буду отвечать на эти вопросы в живом, скажем так, онлайн. Вот. Переходим дальше. Поговорим немного об общих принципах алгоритма поисковой системы. Да, социальные. Расшаривание – это… Ну, я не буду сильно откликаться на чат, я просто какой-то выберу и отвечу на все ваши вопросы. Говорим все-таки, вернемся про общие принципы алгоритма. А, прошу прощения, раз не было, давайте вернемся. Вот. Я на социальных, я так понимаю, завис. Социальные факторы – это факторы, которые относятся к социальным сетям. То есть все различные шаринги, лайки и так далее в поисковых системах и трафик из поисковых систем на ваш сайт, ой, из поисковых, из социальных сетей на ваш сайт поисковые системы видят. Соответственно, они это оценивают и учитывают в ранжировании. Поэтому, если у вас есть группа, занимайтесь ей. Если у вас группы нет, анализируйте спрос и интерес. И эту группу при необходимости. Это очень полезно. Так, окей, идем дальше. Теперь поговорим про общий принцип алгоритма, как вообще поисковые системы работают. Есть такая штука, как MatrixNet. Это некий такой самообучающийся, умный очень алгоритм, который становится умнее с каждым днем. Он анализирует сайты в интернете и, соответственно, присваивает им какие-то оценки, говорится им языком. Соответственно, по этим оценкам происходит ранжирование сайта поисковой выдачи. Но ни один робот пока еще не может дать оценку чему-либо так же, как это дает человек, да, как мы с вами. Поэтому. Что-то идет. Пропадание. Прием, прием. Окей. Давайте опять. Отключусь. Все пропало. Что с нами будет? Все пропало. Да, я отключил видео. Меня слышно? Так, окей. Отлично. Значит, мы остановились на асессора. Асессоры – это люди, которые вживую оценивают ваши сайты. Асессоры бывают трех типов. Это сотрудники Яндекса, которые сидят в штате и просматривают огромное количество сайтов и ставят им какую-то оценку, полезный или не полезный. Полезен или не полезен сайт пользователя. Дальше есть такое понятие, как школьники, да, в кавычках, конечно же. Это люди, которых Яндекс использует, мотивируя их деньгами. То есть вы можете зарегистрироваться на сайте, на домене taloka.yandex.ru, и, соответственно, в этом сервисе вы будете получать от Яндекса денежку за выполнение каких-то заданий. Ну и, конечно же, все мы с вами, когда ищем что-то в поисковой системе, также помогаем ей быть лучше. Если поисковая система видит, что мы пришли на сайт и нам там интересно, мы проводим какое-то время, то она как положительный. Соответственно, если нет, то как отрицательный. Далее. Поисковая система в своем алгоритме учитывает более 800 факторов ранжирования. Все эти факторы, естественно, не имеют одинакового коэффициента. У них у всех коэффициент разный. Чуть попозже я расскажу, у каких факторов наиболее высокий коэффициент. Ну и, конечно же, факторы зависят от запроса и от региона. То есть, если это какой-то высокочастотный коммерческий запрос, где школьникам зарегистрироваться. Давайте я вам напишу, покажу. Вот так, колока.яндекс.ру. По-моему, так. Вот. Если вы, соответственно, спрашиваете что-то из региона, где численность населения крайне низкая, то, соответственно, будет к вам подход. Соответственно, другой фактор. Факторы будут учитываться по-разному. В Москве, например, если мы говорим о Москве, коммерческие какие-нибудь запросы, естественно, учитываются совершенно по-другим факторам. Ну и, конечно же, в поисковой системе есть персонализация выдачи, подсказок и различные производятся тестирования. Поисковая система любит тестировать. Это часто заметно. Так, в принципе, мы поговорили чуть-чуть про поисковую систему. Я думаю, что вам чуть-чуть понятнее стало, что это за такой интересный робот, который нам помогает находить интересный сайт. Теперь мы поговорим с вами о такой теме, как семантика. Что такое семантика или семантическое ядро? Это большое количество запросов, по которым пользователь может найти вас в интернете. Например, если вы являетесь сайтом для помощи больным с онкологическими заболеваниями, то, соответственно, если я введу запрос лечения онкологических заболеваний, то фактически я должен увидеть вас, если вам это интересно, в выдаче. Но таких вот запросов нужно, такие запросы нужно собирать. Сейчас я вам попозже даже покажу, как это делать вживую. Мы с вами проведем на каком-нибудь из примеров ваших сайтов, проведем подбор запросов семантического ядра. Естественно, он будет неполный, но хоть что-то на примере я покажу, как это делать. Итак, чтобы собрать семантическое ядро, нужно понять принципы подбора семантического ядра. В первую очередь необходимо оценить поисковый спрос. Поисковый спрос бывает товарный и категорийный. Что это такое? Товарный поисковый спрос – это обычно запросы, которые ведут непосредственно на какую-то услугу или товар. Если взять, опять же, ту же тематику онкологии, то лечение, например, рака, не знаю, рака пищевода – это уже конкретная какая-то страница, да, лекарства от рака пищевода или отзывы о врачах, онкологах, рака пищевода. Ну, то есть страница, которая уже конечной является для пользователя, на которой он совершает необходимое ему действие. Например, производит заказ вашей услуги, покупает у вас что-то. А категорийный – это запросы, которые ведут не на конечную карточку, он, например, либо на главную страницу, либо на страницу какой-то подкатегории. Например, просто у вас есть сайт, на котором есть лечение онкологии, лечение психиатрического заболевания, лечение, я не знаю, что еще, врожденных каких-то заболеваний и так далее. Так вот, категорийный запрос ведут как раз на одну из этих категорий, например, онкологические заболевания или лечение онкологического заболевания. Следующий момент – обязательно при подборе семантического ядра учитывайте всю тематику вашего сайта вне зависимости, вот на первом этапе, да, когда мы создали сайт, без каких-либо оценок той или иной категории. Собирайте все, что только можно, весь ваш сайт. А в дальнейшем этот семантический ядр необходимо почистить от мусора и пластеризовать. Как производить сбор поисковых запросов? В первую очередь необходимо, конечно же, проанализировать свой сайт и собрать, если он есть. Я рекомендую, если вы еще не создали сайт, а вот давайте небольшой опрос. Напишите, поставьте плюсик тот, у кого еще нет сайта, но кто планирует его создавать или делать новый. О, отлично. То есть у всех… А, вот один человек. Один человек. Ну, на самом деле… А, два даже, человек. Вот, это хорошо. На самом деле подбирать семантику необходимо перед созданием сайта. Вся вот эта работа по подбору семантического игр, по пластеризации поможет вам правильно настроить структуру вашего сайта. Я реализирую для подбора запросов весь ваш сайт, категории, базы услуг, базы товаров, если вы занимаетесь какими-то продажами каких-то товаров, различные статьи и так далее. Все это учитываем и собираем большую базу запросов. Сосовываем ее в список в Excel. Наиболее удобно работать в Excel. Дальше учитываем следующие моменты. Wordstat, Яндекс.Вордстат. Директ. Фразы-подсказки, фразы-ассоциации. Сейчас покажу, что это такое. Учитываем, берем SEA-пульт и собираем большое-большое-большое семантическое ядро. Пока без пластеризации. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот он Яндекс.Вордстат. Вы видите, да? Запрос «Психологическая помощь». Мы видим его частотность 68261. Это частотность без кавычек. Это его нечистая, скажем так, частотность. И мы видим здесь дополнительные слова, которые нам могут помочь. Что есть со словом «психологическая помощь». И мы видим большой-большой список слов. То же самое мы видим похожие запросы. Собираем все эти фразы. Дальше. Желательно все свои запросы при работе в Wordstat Яндексе заключать в кавычки. Тогда вы получаете чистую частотность. Вот обратите внимание на количество частотности. Здесь было 68261. Раз спросили, да? Это слово в месяц. То есть это количество запросов в месяц. А если мы заключим его в кавычки, то мы увидим, что именно такой запрос искали всего 2500 человек. То есть видите, да? Частотность кратна и очень сильно падает, если мы добавляем в кавычки. Следующий интересный момент. Есть такая штука, как отдых. Лето, например, да? Каникулы какие-то. То есть сезонность. Вот тут необходимо иногда учитывать сезонность. Раньше, лет еще, года три назад, сезонность учитывали при продвижении. То есть вне сезона, подвижение более-менее отключали. Сейчас это не работает. Сейчас поддерживать свой сайт необходимо круглый год. Но при этом все равно необходимо учитывать сезонность. И это как минимум может вам нагрузку, количество посетителей на ваш сайт, количество спроса, то есть понимать, сколько товара необходимо закупать, если вы, опять же, занимаетесь продажей товара. Ну или просто расписывать свой, попытаться освободить свой график под отпуск. Например, если вы занимаетесь психологической помощью, то вы можете смело идти в отпуск вместе со всей аудиторией, которая в это время отдыхает. Посмотрите на график запросов. И здесь видим, да, что с мая по сентябрь, в принципе, у вас работа, скорее всего, не... Вся ваша аудитория начинает отдыхать в мае и возвращается в сентябре, когда происходит какой-то коллапс в плане детей отдавать в школу, кого-то в детский сад, самому надо идти на работу и так далее. И вот здесь уже психологическая помощь становится необходимой. И с сентября по, опять же, май-июнь это ваш сезон. Вам ни в коем случае отпуск здесь брать не нельзя, и вам нужно работать людям. Вот, это необходимо тоже учитывать. Следующий момент – это Яндекс.Директ. Это не значит, что вам нужно бежать сейчас и начинать запускать контекстную рекламу, хотя, в принципе, штука очень полезная. Я очень люблю контекстную рекламу. Но контекстная реклама нам может помочь при подборе запросов. Просто создаете кампанию, указываете адрес сайта, и сама система, да, Директ Яндекса подберет вам фразы-подсказки, которые вы также можете использовать в семантическом ядре. Ну и то, что я говорил, да, фразы-подсказки ассоциаций, когда вы вводите любой запрос в поисковой системе, вы видите, вы подаете список. Это как раз и сказки тоже необходимо собрать. То есть мы видим, забиваем запрос «психологическая помощь» и видим здесь бесплатно, онлайн, по телефону, бесплатно круглосуточно, подростки и так далее. Это все ваши запросы, по ним вас также будут искать. Их тоже забираем. И фразы-ассоциации. О них вообще мало кто обычно знает, и почему-то их тоже не учитывают большинство. Если вы промотаете, вы можете, в принципе, сейчас со мной прям делать это, вы можете взять, открыть Яндекс и задать у него какой-то запрос. «Психологическая помощь», «Помощь при онкологии» и так далее. И пролистать страницу выдачи вниз. Там вы увидите фразу «вместе с запросом ищут». И вот это как раз является фраза-ассоциации, которой вам также необходимо собрать в ваше семантическое ядро. Ну и, конечно же, конечно же, мы не забываем про Яндекс.Метрику. Я надеюсь, у всех стоит Яндекс.Метрика. Поставьте минус, у кого нет Яндекс.Метрики. Я надеюсь, у всех она есть. Радмила, обязательно поставьте себе Яндекс.Метрику. Юрий, Мария, почему вы не ставите? Почему у вас ее нет? К сожалению, Google Analytics тоже круто, но на самом деле я рекомендую ставить и Google Analytics, и Яндекс.Метрику. Просто хотя бы потому, что Google и Яндекс.Метрика или передача информации другим системам, и в Аналитиксе вы не сможете увидеть точные данные по Яндексу, а в Метрике точные данные по Гуглу. Вот, поэтому это очень полезно сделать. Кроме того, у Google Analytics есть очень удобный сервис АБ-тестирования, а у Яндекс.Метрики есть охренительный, прошу прощения, сервис вебвизор Яндекса. Он вам очень сильно поможет. Крайне рекомендую вам использовать вебвизор, потому что он очень сильно поможет. Это абсолютно правильно, лучше иметь два. Вебвизор поможет вам отследить действия ваших пользователей, и вы сможете провести анализ вашего сайта. То есть если вы будете видеть, что пользователи просто заблудились на вашем сайте, ищут кнопку, не могут найти, тыкают куда-то никуда, вы сможете все это поправить. Поэтому очень рекомендую сервис и Яндекс.Метрику и Google Analytics ставить вместе. Раз. Во-вторых, крайне необходимо использовать вебвизор и АБ-тестирование от Гугла. Это крайне полезные способы анализа вашей аудитории. И они бесплатны, более того. Вот. Соответственно, в Метрике мы можем найти запросы, по которым нас искали и переходили на наш сайт. Вот пример скриншот, да, это живой пример. Здесь мы видим, что люди, какое количество людей переходило из поисковых систем на сайт. Вот. Берем данные, естественно, отсюда. Ну и, конечно же, куда я мог обойти стороной SEO-пульта, естественно, используем SEO-пульт. Я часто очень привожу своих семинаров в качестве примера. Почему? Потому что 90% действий в SEO-пульте бесплатные. Вы можете использовать очень много модулей аналитики, очень много модулей подбора различных запросов, например, бесплатно. Поэтому, ну, как бы, халявку все любят. Я люблю халяву, поэтому, как бы, крайне рекомендую вам. Да, по поводу халявы начал говорить. Если вам интересно, как продвинуть сайт бесплатно, я записывал это видео. Вы можете его найти в YouTube по запросу продвижения сайта или продвижения, как бесплатно продвигать сайт. Рекомендую вам. Там есть несколько интересных и все еще актуальных способов. Но имейте в виду, что если вы хотите сделать что-то бесплатно, нужно будет пахать. То есть, к сожалению, без работы не получится. Или платите денежку, или работайте сами. Ну, вот мы постепенно и подошли к кластеризации и распределению семантического ядра. Да, мы подобрали большое семантическое ядро. Теперь поговорим о том, что такое кластеризация. Кластеризация – это, как многие понимают, это группировка запросов. Запросы необходимо группировать по какой-то логике. Ну, соответственно, есть несколько моментов. В первую очередь, означающие одно и то же запросы, необходимо продвигать на одну страницу. То есть, если у вас есть запрос лечения онкологии и лечения онкологических заболеваний, это, по сути, является одним и тем же запросом и, скорее всего, необходимо ввести на одну страницу. Если у вас страницы под какую-то группу нет, создайте ее, потому что это ваш трафик, это аудитория для вашего сайта, и, соответственно, вам это необходимо сделать. Ну и, конечно же, всегда спрашивайте у поисковой системы, что она думает по поводу вашего выбора. Если вы считаете, если вы сомневаетесь, или вы не знаете, куда вести, на какую страницу ввести запрос, то есть на страницу внутреннюю, на главную страницу, на какую-то внутреннюю страницу, например, каталога, или на отдельную уже конечную страницу посадочную, то просто задайте, переложите, скажем так, это время на поисковую систему. Задайте запрос поисковой системе, и вы увидите, сколько будет страниц главных или сколько будет страниц внутренних. Давайте я покажу вам, как это сделать. Сейчас попробуем демонстрацию окна приложения, начать демонстрацию. Окей, перервем ту демонстрацию. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Сделать вот так вот, да? Делиться. Зовем Яндекс нам в помощь. Видно экран? Поставьте плюсики, пожалуйста, кто экран видит мой, кто браузер видит вот этот вот. Мы на него еще несколько раз переключаться будем. Отлично. Окей. Вот, смотрите. И спрашивается, например, лечение онкологических заболеваний. Смотрим. Видите, это рекомендация. По запросу лечения онкологических заболеваний необходимо продвигать внутреннюю страницу вашего сайта, а ни в коем случае не главную. Так, секундочку. Идем обратно. Демонстрации. А, окей, хорошо, в следующий раз поставлю хорошее качество видео, потому что прощения, Леш, не заметил. Вот, таким образом мы проверили, спросили у Яндекса, какие страницы нам продвигать, внутренние или главные страницы. Также то же самое бывает такое, что страницы контакты, да, бывает у большинства выдач. Теперь переходим к алгоритму кластеризации запросов. Первое, что мы сделали с вами, собрали большое семантическое ядро. Я рекомендую собирать семантическое ядро хотя бы на первом этапе, ну вот с мусором совсем, да, вот только вы начали работать, хотя бы порядка тысячи слов. На следующем шаге мы удаляем весь мусор, то, что нам не подошло. Здесь мусор может быть различный, там, не знаю, то, чего у вас на сайте, скажем так, нет и не будет никогда. Например, лечение, я не знаю, там, рака простаты. Ну, не занимайтесь вы этим, вам это не надо, у вас лечение легких. Все, убирайте запросы из поисковой системы или какие-нибудь запросы, что-то там типа своими руками, бесплатно, еще что-то, ну, бывает такое, что пролазит. Это все убираем. Далее проверяем частотность. Проверить частотность можно несколько, опять же, способов. Есть сервис проверки частотности. Самый простой и бесплатный сервис – это Wordstat Яндекса. Как я уже вам показывал, заключаем запросы в кавычки и проверяем частотность. После этого удаляем все запросы, которые полностью с нулевой частотностью, кроме тех запросов, которые вот вы считаете, что они выстрелят. Соответственно, убираем нулевую частотность, потому что она мне интересна, не нужна. Ну, скажем так, с нуля до, ну, не знаю, до 10-15 запросов. Это, опять же, зависит, крайне сильно зависит от темы, от тематики вашей. То есть, если это какое-нибудь специальное оборудование, да, более там медицинское, то, скорее всего, там частотность будет, ну, надо удалять от 5-10 запросов. Если у вас популярные запросы, какие-нибудь психологическая помощь или еще что-то, то, соответственно, там надо удалять все от нуля до, скажем, 20-30 запросов в месяц. И далее распределяем все эти запросы на группы. После этого, как раз на основе этих групп, уже создаем структуру сайта. Такой подход позволяет создать крайне прозрачную структуру сайта, и это будет очень полезно для продвижения сайта поисковой системе. Поисковая система будет видеть вашу структуру. Продвижение запроса будет крайне легким, потому что поисковая система будет легко опознавать, скажем так, какой страница соответствует какой запрос. Поэтому вот это вот очень грамотный и хороший подход по формированию нового сайта. Если сайт у вас уже есть, но он сделан не так, изучите этот момент, и если пока еще не сложно, лучше исправьте это дело согласно структуре. Структуру сайта согласуйте со структурой семантического ядра. Как структурировать запросы? У нас есть главная страница сайта, и на нее мы в основном чаще всего ведем какие-то высокочастотные запросы. Например, если мы возьмем все ту же тематику с лечением онкологических заболеваний, то берем, к примеру, запрос онкологические заболевания. Он пойдет по-любому только на главную страницу. Лечение онкологических заболеваний. Это идет на главную страницу. Соответственно, следующая категория – это какие-то внутренние страницы. Например, страница… Ну, вот у меня здесь… Давайте на скриншоте разберем. Я что-то отошел от скриншота. У нас главная страница есть. На нее будут вести заболевания, не знаю, там, сложные заболевания, заболевания нервной системы, заболевания онкологические и так далее. На внутренней странице, видите, здесь врожденные заболевания и онкология, следующий уровень. Вот туда будут вести запросы такие, как врожденные что делать при болевании, что нужно рак и так Это все идет на вторую категорию. Дальше разбиваем, соответственно, врожденные заболевания на лечение и, например, врачи. То же самое делаем с онкологией. Лечение и врачи. Разбиваем на эти лечения. Туда ведут соответствующий запрос, да, понятно, лечение онкологических заболеваний. Врачи, не знаю, врачи, там, не знаю, онкологи, да, например. Это все идет на эти страницы. Ну и, соответственно, следующий уже четвертый этап этого дерева – это уже разбиение на более мелкие категории. Например, там, рак легких, рак печени и так далее. То есть сюда ведут запросы лечения рака легких, лечения рака печени, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть таким образом структурируем наше семантическое ядро. Соответственно, в дальнейшем мы будем также структурировать точно наш сайт. Идем дальше. Теперь нам необходимо оценить запросы. Есть запросы коммерческие, есть запросы информационные. Обратите внимание, те, кто занимается именно коммерческой частью или хотят получать какую-то прибыль с этого. Вам в большинстве своем нужно оценить запрос. Мы возьмем два запроса – психологи, например, и запрос психология. И вот мы видим, что запрос психологии является коммерческим. Во-первых, у нас есть блок рекламы. Во-вторых, у нас здесь идут какие-то лучшие психологи, психолог Москва, консультация психологии и так далее. Если мы изменим, добавим всего лишь одну букву к запросу – психология напишем, то мы увидим, что здесь рекламы нет. Можно дать объявление, да? Что здесь видим – онлайн-журнал, Википедия, психологический человек. Ну, то есть это информационный запрос. Та аудитория, которая занимается, например, у вас какой-то сайт информационный по различным заболеваниям, вам нужно подбирать вот такие запросы информационные. Если вы занимаетесь коммерческой составляющей, да, то есть строите бизнес какой-то или помогаете людям платно, скажем так, то вам необходимо помимо таких запросов собирать коммерческие запросы, естественно. Вот. Так, давайте отвлечемся от оптимизации страницы, попробуем вживую подобрать вся пульте, да. Сейчас я переключу экран. Пожалуйста, пока я переключаю экран, провожу все эти манипуляции, напишите парочку сайтов, на примере которых вы бы хотели, чтобы я подобрал запросы. Вот. Я, естественно, не смогу по всем, но один сайт я выберу. Пишите сразу адреса ваших сайтов, а я пока оформлю демонстрацию экрана. А, стоп, ха. Высокое качество, началось. Так. Поделиться. Я вот специально сегодня создал, сегодня создал специально аккаунт, все пульти новенькие, и специально для, так, ну вот, Lighthands. Ого. Так, ну все, достаточно сайтов. Насколько? Раз, два, три, четыре. Все. Останавливайтесь, я не знаю даже, какой сайт выбрать. Ну, окей, давайте куда там пальцы-то нет. Вот. Какой-то я учитель. У меня палец-то нос вот в этот сайт, я учитель. Мы берем это тест по запросу. Вот. Вкратце о системе Теопульт. Такой вот интерфейс. Я создал новый проект. Выбираю SEO-продвижение сайта. Можно выбрать контейнер. Дал название проекта, чтобы потом не забыть, понимать, о чем этот проект. Ну и перехожу. Я сейчас не буду углубленные исправить. Я не буду в какие-то углубленные настройки. Вот. Мы сейчас занимаемся только подбором слов. Отбрасываем все, что нас не интересует, занимаемся только подбором слов. Вот. Мы видим, да, в первую очередь, что система нам показывает рекомендуемые к запуску запросы. И их аж 175 штук. Вот. Мы можем их всех просмотреть. Запросы, которые нам... Добавляем. Я сейчас... Числим, прокажем. Числим, прокажем. Числим, прокажем. Наши деревни. Такое ощущение, что это просто набор букв какой-то. Это очень сильно мешает чтению вашего и восприятие информации, которое находится на нем. Да. Я надеюсь, что это может быть какая-то ошибка у меня браузер не определил шрифты, но я боюсь, что это не так. Скорее всего, браузер шрифты, беззаря, коррекция. Да, да, да. Вот, ну окей, здесь... Да, я тоже не вижу... Опять же, еще один... По основному, если ты слышишь, там можно поменьше, наверное, все-таки поставить... Разрешение? Давай на среднее поставим. Да, а то просто черный экран сейчас, да. Ого. Так, видно, Леш? Сейчас скажу. Пока нет, теперь видно, да. Еще раз повторю, пожалуйста, заменить шрифт. Этот шрифт нечитабельный. Когда попадаешь на сайты, это, как пример, зайти в какую-то лавку, зайти в магазин, да, ассоциируйте себя с оффлайн-проведением аудитории вашей. Когда вы идете, видите двери. Нет. Здесь написано, да, сайт учителя МККК. Это здорово. Понятно, что это для учителя сайт. И далее вот красивая фраза. Жизнь короткая искусство величия. Вопросы. Давайте посмотрим, что страничку обо мне. Все-таки я хочу понять, чем занимается сайт. Ольга Александровна, надеюсь, вы нас слышите. Да, это нечего, поэтому поменяйте, пожалуйста, шрифт. Так, я помню, что у вас. Рад, что вы заглянули. Окей, создалось, чтобы делиться материалом. Давайте попробуем подобрать запросы для этого сайта. Чисто информационно видим, да, что этот сайт полный условный. Соответственно, нас начнут запросы в Сиапуре и начнут заниматься подбором запросов. Соответственно, сайта нам не подойдут, потому что эти запросы... ...бирать такие вот запросы. Романтизм, художник Раваджо, Коро, Верещагин. Но МХК запрос, я не уверен, нужно опять же смотреть в выдачу. Идем в поисковую систему, спрашиваем, что Яндекс звонит по запросу МХК. Яндекс, что это наш запрос. ...информационные сетонатации... ...светы... Руслан, мы тебя плохо слышим, да, надо как-то что-то попробовать сделать. Не знаю, что он может не показывать. ...то грамм. ...то слышим, да? Да, сейчас мы не слышим и не видим. Руслан. Сейчас, секунду. Да, 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 Юля. Ну, как бы это все зависит от интернета, действительно, если там, например, у спикера интернет не очень сильный или по каким-то причинам. Руслан. Очень стремно, когда мы тестируем, интернет был в порядке, я сейчас попробую. Просто пропадаешь, да, может, просто с интернетом что-то, вот, может, как-то, там, не знаю. Алло, алло, так меня лучше слышно? Ну, пока слышно, да. Отлично. Так вот, я говорил о том, что этот сайт является полностью информационным, этот сайт, и, соответственно, нам нужно подбирать запросы информационные. Такие запросы, как Ренессанс, подарки нам не подойдут, потому что, смотрите, выдачу по нему, это коммерческая выдача, здесь мы увидим, скорее всего, и рекламу. Вот, видите, здесь интернет-магазин подарков Ренессанс и так далее, то есть это именно подарки, нам это не подходит, нам подходит информационный запрос. Подбираем здесь, переходим в профрежим и видим, что система нам порекомендовала близкий к топу запроса, то есть это те запросы, по которым сайт уже находится на какой-то позиции, в пределах ста, поэтому берем отсюда запросы. После этого выбираем запросы автоматически подобранные, и система в этом случае проанализирует текст на сайте и, исходя из этого анализа, подберет нам запросы. То же самое можно сделать, учитывая слова наших конкурентов и счетчика статистики, если вы его подключите. Сейчас система пока подбирает запросы, придется немного подождать. Да, я вижу, что большинство запросов, у вас очень много запросов в топе, и, скорее всего, трафик на него есть. Это очень хорошо и приятно. Вот. Естественно, на это нужно какое-то время, система анализирует сайт, потом анализирует поисковую выдачу и потом только показывает вам результат. Но не будем на этом зацикливаться, наверное, да? Еще есть один интересный, очень интересный модуль, это все, повторюсь, бесплатно, это слова конкурентов. Если мы выберем слова ваших конкурентов и нажмем, ну, просто подождем, то система нам подберет наших конкурентов. Давайте чуть-чуть подождем, посмотрим. Пока прервусь от этого, чтобы не терять времени, не смотреть, как у нас скрутится кубличок, да, по Газбар, поговорим немного про ссылки. Кто-нибудь из присутствующих использует ссылочное продвижение? Кто использует покупные ссылки для продвижения? Нет, 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 нет. Ну, смотрите, дело в том, что, к сожалению, наверное, ссылки использовать необходимо. Это касается большей степени коммерческих, естественно, тематик, но и информационную тематику тоже надо вкладывать, особенно если мы говорим по продвижению в Гугле. В Яндексе коммерческие тематики, такие как помощь психолога, помощь онколога и так далее, они, к сожалению, конкурентны. И вот есть такой фактор внешний, ссылочный фактор. Поэтому без ссылок, к сожалению, продвигаться практически невозможно. Вопрос в том, как эти ссылки получать. Есть несколько типов ссылок. Пока там грузится. А, ну вот, подгрузилось немного, сейчас здесь закончится. Вот мы видим, да, много файловый архив, много файлов, много результатов, у которых более 5000 запросов. И все эти запросы вы можете подобрать, добавить в свое симметическое ядро и продвигаться по ним. Это дает очень-очень хорошее, очень большое, обширное ядро. Можно подобрать при помощи себя пульта за очень короткое время. Если говорить по времени, то примерно 3-4 часа идет на то, чтобы подобрать хорошее симметическое ядро. Вот, кликаем по запросу, сейчас у нас откроется большое-большое количество запросов. Вот. Так, пусть пока подгружается. Я перейду, я начну демонстрацию экрана своей презентации. Сейчас должно качество улучшиться, потому что, я говорю, просто. Вот, перейдем к следующему этапу. После подбора симметического игра необходимо задуматься об оптимизации страниц. Оптимизация страниц – это очень обширная тема, на самом деле. На что она влияет? В первую очередь, она, конечно же, влияет на рост позиций и, как следствие, на трафик. Первое. Второй момент – она влияет на поведенческие факторы, о которых мы говорили ранее. Чем более удобная страница для пользователей, чем более интересный материал на ней размещен, тем больше вероятность, что пользователю это понравится, и он пройдет какое-то время на ней. То же самое на вашем сайте. Поэтому это влияет на поведенческие факторы. Естественно, это влияет на достижение вашей цели. Любой сайт, абсолютно любой сайт, создается для каких-то целей, да? Целей здесь могут быть как минимум две. Это ваша цель и цель вашей аудитории, то есть те, кто перешел на сайт. Наша цель с вами абсолютно разная у всех. Если мы создаем информационный сайт, например, как только что мы видели, то есть вероятность, что вы его создавали просто так, для себя, для удовольствия. Ну, вы этим занимаетесь, вам их интересно. Есть, конечно же, сейчас я расскажу, как быть, если нет средств для покупки ссылок, я сейчас расскажу про естественные ссылки, затрону несколько методов получения. Давайте пока про оптимизацию поговорим. Вот. Соответственно, нужно поставить перед собой цель. Ваша цель может заключаться в регистрации, то есть чтобы люди у вас регистрировались на сайте. Ваша цель может заключаться в покупке, продаже, вернее, той или иной товара или услуги. То есть целей может быть множество или какая-то другая цель. Цель пользователя может быть вашего посетителя, да, пользователя вашего сайта. Также может быть несколько. Это может быть покупка у вас чего-либо, заказ, услуги. Это может быть получение информации, опять же, на информационных сайтах, да, информацию о художнике, например, о каком-то. Получение чего угодно. Регистрация, получение скидок, акций и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, оптимизация страницы влияет на формирование сниппета. Сниппет – это то, что вы видите в поисковой выдаче. Давайте я вам ее... Я не буду так сейчас переключаться. Очень похоже. Я вам покажу, что такое сниппет, а то у нас сейчас опять проблемы возникнут. Так, теперь перейду к рекомендациям оптимизации страницы. В первую очередь, одна из самых важных рекомендаций – это не создавать простыней текста. Как я раньше говорил, есть ряд факторов, которые наиболее значимо влияют на ранжирование сайта. Так вот, качество текста и его уникальность влияют на ранжирование сайта в одну из первых, скажем так, наиболее сильно. То есть, чем у вас более интересный текст, чем он более уникален, тем поисковые системы ранжируют ваш сайт выше. Поэтому размещайте контент для посетителя обязательно. Проверяйте уникальность контента. При первичном размещении текста он должен быть уникален как минимум на 95%. И обязательно добавляйте ваш текст в тексты в Яндекс.Вебмастере. Это позволит вам сохранить его уникальность, скажем так, на более длительное время. Дальше, следующий момент. Размещайте на страницах различные видеоролики, фото, таблицы, различную инфографику. Для чего это необходимо делать? Обратите внимание, что просто голый текст читается пользователям с меньшим желанием и интересом, чем текст, разбавленный какими-то картинками, таблицами и так далее. Поэтому это необходимо сделать. Ну и, конечно же, если мы говорим о бизнес-тематике, то размещайте цены, указывайте скидки, различные способы оплаты. И, конечно же, не забывайте о триггерах. Триггеры – это так называемые крючки мотивационные, которые заставляют пользователя сделать что-то. Например, триггер обратного отсчета. Это очень хорошая штука, когда вы указываете, что триггер времени, скажем так, триггер-ограничения они вообще называются, это группа триггеров, они называются триггер-ограничения. То есть, если у вас есть товар, там, скажем, вы поставите, что у вас товар остался в ограниченном количестве, две или три штуки, это будет мотивировать человека быстрее его купить. Естественно, если вы не продаете оптом. Когда вы продаете оптом, нельзя заставить, что у вас осталось мало товара, когда у вас могут его просто тупо не купить. Это первый момент. Второй момент – триггеры ограничения по времени, что вы говорите, проводите акцию, скидка 50% на тот или иной товар и ту или иную услугу, и что до окончания действия акции осталось, не знаю, два дня. Также триггеры хорошо работают в информационных тематах, когда вы создаете, например, какой-то вебинар, как сегодняшний. Если вы создаете вебинар, то размещайте триггер о том, что осталось 24 часа до начала вебинара, успей зарегистрироваться. Хорошая штука. Ну и, конечно же, старайтесь не выделять запросы тегами выделения на страницах, не делайте много непонятного текста, яркого, не используйте большое количество разных стилей, не нужно выделять капслоком слова и так далее. То есть это все вызывает некое отторжение у пользователя. Следующий момент – это оптимизация, внутренняя оптимизация именно страницы. Обязательно оптимизируйте три основных тега – title, description и h1. Это необходимо сделать обязательно. Забудьте про тег keywords, он уже не работает, поисковая система его не учит, и вы не теряете на него свое время. И обязательно, конечно же, следите за уникальностью контента. Идем дальше. Вот пример страницы, которая, например, набросок, да, как схема страницы, на которой видно, что здесь не размещено просто, не размещено просто тупо большое количество текста. Она разбита разделителем, есть какая-то картинка, есть заголовки, есть дополнительные тексты, дополнительные материалы скидки, ой, ссылки. Поэтому вот такая страница будет читаться легко, а страница с просто размещенным куском текста, так называемой простыней текста, не будет читаться вообще. Более того, запоминаемость текста составляет всего порядка 20% в среднем. Все, что мы прочитали с вами, запоминается на 20%, а вот картинки запоминаются на 60-70%. Ну и, соответственно, это необходимо учитывать, конечно же. Теперь поговорим немного о сниппете. Чуть позже, опять же, перейду в поисковую систему, покажу вам экран и расскажу, где можно собирать, где можно следить за уникальностью текстов, что такое сниппет и так далее. Ну вот здесь, что такое вообще сниппет? Сниппет – это кусок текста. Давайте я вам все-таки покажу. Давайте так, кто знает, что такое сниппет? Ставьте плюс. Я сбора включить, пока. Так, все знают сниппет. Ну окей, тогда посмотрим, как формируется сниппет. Сниппет формируется следующим образом. Заколовок составляется на основе тега title вашей страницы. Возвращаемся к предыдущему слайду и понимаем, что тег title необходимо обязательно оптимизировать. Ну и еще, я думаю, что полчасика где-то будет вебинар. Может, минут 40. Так, следующий момент. Описание сниппета формируется на основе цитат из текста. И это уже говорит о том, что текст должен быть уникальным, интересным и качественным. Ну и не забывайте про микроразметку. В презентации эту презентацию вам вышлют, поэтому в презентации будет ссылка на то, что такое микроразметка и как к ней вообще подходить. Поэтому на это тоже обратите обязательно внимание. Здесь я привел ссылки на хелп Яндекса, которые вам помогут сделать ваш сниппет более конверсионным, более интересным. Быстрые ссылки можно настроить. Можно настроить регистр названия сайта, адрес компании, данные о товарах, если это коммерческая тематика. Но запомните самое главное, сниппет вручную изменить нельзя. Поэтому если вы встретите такого человека, который вам предложит поменять сниппет, то, скорее всего, он лукавит, как минимум. Поэтому будьте осторожны. Сниппет не меняется вручную. Сниппет меняется только косвенно. На него можно повлиять. А вот как раз у меня, да, слайд остался. Вот это сниппеты. Вот мы видим сниппет, да. Это результат выдачи заголовок сниппета, соответственно, «Психологический центр Москва». Ссылка, описание сниппета. Теперь вот как раз хочется, отличный слайд, хочется разобрать детальнее. Обратите внимание, что верхний слайд в два раза больше нижнего и более информативен. В нем есть адрес, в нем есть станция метро, в нем есть номер телефона, чего нет у второго сниппета. Поэтому такой сниппет будет более кликабелен, он будет более конверсионен. Именно это говорит о том, что вам необходимо сделать так, чтобы ваш сниппет тоже был наиболее информационным. Что тут хочется отметить? В первую очередь то, что помимо того, что здесь есть ссылки, да, какие-то адрес есть, номер телефона, этот сниппет просто тупо в два раза больше. Он больше привлекает внимание, и он выталкивает за пределы экрана более низкие, нижние адреса сайтов, что опять же выделяет вас на фоне остальных. Есть еще вот такие сниппеты, когда вы задаете запрос «Психологическая помощь», например, «Вертклиник», очевидно, что это запрос какой-то клиники, да, тогда это понимает поисковая система, такие запросы называются витальными. Поисковая система это понимает, естественно, в первой выдаче стоит адрес, ну, сайт, естественно, этого центра «Вертклиник», и более того, справа, обратите внимание, вы видите карту, фотографию и более подробную информацию об этом центре. Вот если у вас есть запрос, таки оформите микроразметку, и тогда поисковая система будет вам отображать по витальным запросам такие вот красивые сниппеты. И это, конечно же, увеличит вероятность перехода на ваш сайт. Следующий момент. Так, да, ну и это слайд просто «Психологическая помощь» другого сайта, пример, да, здесь ничего, как вы видите, нет, здесь просто главное, заголовок сниппета «Главное», что в корне неправильно. Ну и как бы мы видим, что эта страница никак не оптимизирована, этот сайт никак не оптимизирован под выдачу. Вот, теперь переходим к самому интересному, к ссылкам. Я так понял, что большинство не закупает ссылки. Меня нормально слышно, кстати? Большинство не закупает ссылки, поэтому давайте поговорим о них чуть-чуть. Что вообще такое и почему, как они работают и для чего они нужны? Во-первых, поисковая система, как вы понимаете, не может оценивать качество сайта просто по его каким-то внутренним характеристикам. Ведь бывает два или три сайта могут быть, в принципе, очень близкими по качеству, да, если они, например, сделаны на одном движке. То есть можно сделать на одном шаблоне там 4-5 одинаковых сайтов. Поэтому у поисковой системы, у всех поисковых систем есть такой фактор, как ссылочный фактор ранжирования. Так, ключевые слова для текста не работают, а описание материала description. Еще раз, я не понял, Андрей, ваш вопрос. Пишите, пожалуйста, чуть подробнее. Так вот, как работают ссылки? Почему они работают? Поисковая система анализирует все сайты в интернете и ищет сайты, которые ссылаются на вас. Вот на слайде вы видите пример. В центре это ваш сайт, ну и вы видите, да, естественная ссылка на сайте, арендная ссылка на сайте 2, арендная ссылка на сайте 1, статья на каком-то там сайте vc.ru, например, ссылка в группе в социальной сети vk.com или пост в социальной сети в Facebook. Так вот, поисковая система анализирует все вот эти вот ссылки на ваш сайт и понимает, что вашему сайту стоит доверять, раз о нем, на него ссылаются какие-то качественные, грамотные, трастовые, скажем так, площадки. И если внешних ссылок на ваш сайт нет, вообще ни одной, то это говорит о том, что ваш сайт никому не интересен, на него никто не ссылается. Но это не значит, что сейчас прям надо бежать и покупать ссылки. Ни в коем случае этого делать не стоит, тем более в большом количестве, тем более арендные ссылки. Их нужно покупать грамотно и с умом. Поэтому давайте рассмотрим для начала, какие вообще бывают типы ссылок. В первую очередь это естественные ссылки, это мой самый любимый тип ссылок, который позволит вам, если вы начнете заниматься сейчас этим продвижением, то через год, через два вы просто очень сильно удивитесь от результата. Следующий тип – это арендные ссылки. Далее идут статейные ссылки и социальные. Ну, соответственно, арендные ссылки – это ссылки, которые закупаются обычно, оплата за них происходит в течение одного дня, то есть вот сутки ссылка простояла, вы за сутки заплатили. Статейные ссылки – это размещение какой-то статьи где-либо на каком-то сайте со ссылками на ваш ресурс. И социальные ссылки – это ссылки в социальных системах. Естественные же ссылки, я про них почти ничего не сказал, это ссылки, которые получены естественным путем. Есть очень много факторов естественности, но, как вы понимаете, естественная ссылка размещается, как минимум, должна размещаться вместе со страницей. То есть под вашу статью должна быть создана страница, и в ней должна быть размещена ссылка. Обычно такие ссылки размещают платно в большинстве своем. Вот, тут нужны деньги, но это дает очень хороший рост позиций, и это дает очень хороший результат. Можно, так, давайте сейчас секундочку по поводу рекомендаций еще вернем сюда. Метод description – один из трех тегов, которые важнее. Это было туда. Дание статьи, можно прописать ключевые слова, описание статьи в специальных полях, поисковые машины. Да, вы говорите о keywords в теге. Тег keywords уже не учитывается поисковыми системами, поэтому не нужно их учитывать. Вот, Антон... Так, вот, не понял, Антон, неважно. Их не нужно тратить время на заполнение тегов keywords, а вот у картинок обязательно нужно прописывать тег alt, потому что по картинкам вас могут находить, например, в Яндекс.Картинках. Вот, поэтому у картинок обязательно теги прописывайте. Так, переходим. По поводу рекомендаций при работе с ссылками. Во-первых, не нужно покупать сразу много ссылок. В большинстве своем достаточно на первых этапах небольшого количества, поэтому плавно наращивайте ссылочную массу. Если мы говорим о естественных ссылках, то наращивайте... Она так само собой получится плавно, у вас не получится сразу много естественных ссылок разместить. Используйте обязательно все виды ссылок, в том числе безанкорные ссылки. Это обязательно необходимо. Спасибо, Анастасия. Если у вас какие-то вопросы появятся или появились, напишите мне на почту. Если у вас есть вопросы, которые... Ну, то, что вам непонятно, я постараюсь вам помочь, напишите на почту, потому что, ну, действительно как-то обидно, вот, что... Ну, как, не то, что обидно, а хочется все-таки помочь, поэтому... А эта информация нужная, и вы с ней просто рано или поздно столкнетесь. Поэтому как бы я постараюсь вам помочь. И, в общем, вот так вот. Контакты будут в презентации. Так, вернемся к рекомендациям. Используйте все виды ссылок. И естественные, и ориентные, и социальные, и статейные. Это позволит вам наращивать ссылочную массу плавно, наращивать все типы ссылок. И самое главное, это ссылочная масса будет всех уровней. То есть это от сильно трастовых сайтов до простых. Это будет создавать впечатление для поисковой системы, что у вас весь процесс идет естественным путем. Больше упор на естественные ссылки. А, кстати, да, возможно, гость прав, Анастасия. Дело в том, что потом, когда вы столкнетесь с этой информацией, вы, может быть, что-то вспомните, и как раз у вас возникнут ассоциации с тем, что я сегодня говорил, и вам это пригодится. Ну и, конечно же, следующий этап – это постоянно контролируйте качество ссылочной массы. Проверяйте ссылки, чтобы они были… Если размещаете платно ссылку, старайтесь разместить ее таким образом, чтобы она была индексируемой. Старайтесь не размещать неиндексируемые ссылки. Так, по ссылкам вроде поговорил. По естественным ссылкам, на самом деле, хочется очень много сказать, но я боюсь, что мы сегодня просто не успеем все охватить. У меня очень много материала по естественным ссылкам, у меня очень много практического материала, потому что я этим занимаюсь уже продолжительное время по естественным ссылкам. Недавно вышел вебинар, я не помню, где, я читал по естественным ссылкам, поэтому если вам эта тема интересна, то мы можем либо провести еще какой-то вебинар, да, именно по естественным ссылкам, либо просто пишите мне, я попробую вам как-то все рассказать. Так, пойдем дальше. Давайте поговорим о юзабилити. Юзабилити в целом – это довольно сложная наука. Это наука сделать что-то удобным, да, или наука, изучающая удобство использования чего-либо. Неважно, это может быть молоток, это может быть сайт, это может быть кофемашина, неважно, что он. Сегодня мы будем, естественно, говорить о сайтах. Итак, в первую очередь нужно понять, сколько времени у нас есть. Запомните то, что пользователь решает остаться или уйти на сайте в среднем от 3 до 5 секунд. И окончательное решение принимает в течение 10 секунд. Именно поэтому Яндекс.Метрика и Google Analytics считают отказом это уход пользователя за страницей менее чем в течение 15 секунд. Вот отсюда складывается эта математика. Да, Сиапульт сейчас поможет покупать все ссылки. Так, блин, очень интересный вопрос. Давайте я прервусь и отвечу на этот вопрос. На самом деле Антон задал очень интересный вопрос, где покупают чистые ссылки. Сиапульт поможет здесь на риф, уголе, баден-баденом и другими фильтрами загрязной ссылки. На самом деле баден-баден за ссылки никак к ссылкам не относится. Баден-баден – алгоритм, созданный на анализ качественности текста. Вот. Он к ссылкам вообще никак не относится. Поэтому я ранее говорил, что ваши тексты должны быть качественными. Почему называется баден-баден? Они стараются уйти от спамности ключевыми запросами текстов. То есть когда вы пишете текст, и в нем он состоит из большого количества ключевых запросов, такой текст нечитабелен, он неинтересен. Вот именно с этим они стараются бороться. На самом деле сама новость про баден-баден уже была интересна. Она очень сильно была заспамлена. Ну ладно, не об этом речь. Есть, конечно же, и другие фильтры. Фильтры Яндекса Minusins, который ограничивает, скажем так, использование ссылок, старается за ссылки наказать. Ну, много алгоритмов поисковых систем. Запомните самое главное. Если вы будете делать качественный сайт, если у вас будет уникальный контент, если он будет удобен для пользователя, то ссылки, в принципе, вам будет попасть очень сложно под какие-то санкции, за исключением того, если вы будете использовать очень много некачественной ссылочной массы для продвижения. Поэтому, ну я к чему веду, потому что в большинстве своем 90-95% наложение санкций является, скажем так, косвенным. То есть сайт некачественный и, ну блин, нашел ссылки, вот за ссылки я тебя и забаню, а сайт на самом деле сам некачественный. Поэтому старайтесь делать качественный сайт с уникальным интересным контентом, удобный и так далее. Ну и не покупайте очень много некачественных ссылок. В системе Сеопульт можно закупать как арендные ссылки, так и ссылки социальные и, конечно же, естественные ссылки. Вот на это я хочу обратить внимание. Обратитесь к модулю естественные ссылки в системе Сеопульт. Я сам им пользуюсь. Он упростил мне жизнь колоссально. Блин, это не реклама, это реально мой отзыв. Он колоссально упростил мою жизнь. Я стал экономить гораздо меньше времени на поиск площадок для размещения естественной ссылки. Более того, с этим модулем я придумал несколько лайфхаков. Например, использование его для КМС, Гугла. Там можно брать оттуда информацию. Вот. То есть модуль очень полезен. Ну и вернемся к юзабилити. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. К юзабилити. Переходим к тому, как увеличить нашу конверсию с сайта. Это, повторюсь, неважно, какой у вас сайт. Информационный, коммерческий. В принципе, это не сильно важно. Даже тематика не сильно важна в юзабилити. Ну, как естественно, она важна. Надо учитывать сайты ваших конкурентов, психологию вашей аудитории. Но в целом юзабилити есть несколько правил. В первую очередь, заголовок должен быть ярким и четким призывом к действию. Когда человек попадает на страницу, он не знает, что делать. Он путается. Поэтому пишите ему «закажи услугу психологической поддержки у меня». Ну, я утрирую, конечно же, но заголовок должен быть ярким, четким и понятным. Важный контент размещать необходимо в первую очередь. Если не лейте в воду, скажем так, на первом экране. Все изображения, видео должны нести какую-то цель и смысл. Не размещайте просто непонятные картинки. Был такой случай недавно у меня, когда я перешел на сайт. Я часто ищу различные сайты, качественные, некачественные сайты для примеров, для своих презентаций. И нашел сайт по продаже дров. На фоне, на первом экране был красивый, такой красивый зеленый лес с лучами солнца. Просто великолепно. И вот вы понимаете, я пришел на этот сайт заказать дрова и вижу этот красивый лес. У меня слезы пошли. Я просто ушел с этого сайта и перехотел покупать дрова, условно. Да, я, конечно же, шучу. Вот, то есть не нужно делать вот таких контрастов. Если ты пришел покупать дрова, то, соответственно, покажи эти дрова, а не красивую природу. Если ты пришел покупать мясо курицы, не надо показывать, как эту курицу, как делают это мясо, да, условно. Вот. Поэтому это касается всех тематик абсолютно. Далее. Навигация должна быть постоянной, и она не должна меняться от страницы к странице, и должна быть понятной и четкой. Ни в коем случае не делайте меню плавающим. Я имею в виду, на одной странице оно слева, переходишь на другую страницу, оно появляется справа, а слева исчезает. Этого делать не нужно. Ну и, конечно же, важные действия всегда обозначайте кнопками, а не ссылками. Если вам необходимо, чтобы пользователь кликнул куда-то, например, на кнопку регистрация, размещайте ее кнопкой, а не ссылкой зарегистрироваться. Следующие моменты. Контактная информация. Старайтесь размещать контактную информацию на любом сайте. Будь это информационный сайт, будь это коммерческий сайт, на видимом месте размещайте контакты. Обычно это где-то в верхнем меню, да, в правой стороне. Старайтесь размещать контактную информацию. Почему? Потому что любой человек захочет с вами, ну, кто-то вот захочет с вами связаться. Например, у вас информационный сайт, вот у Ольги информационный сайт по художественной культуре. А вот не заинтересовало меня что-то, я решил с ней связаться. Там есть контакты, это хорошо, это здорово получилось. Но очень много сайтов выдачи, поверьте, которые просто не указывают информацию о себе. Или размещают кнопку контакта где-нибудь там внизу, ссылка и в подвале. Тоже теряешься, не знаешь, как найти этого человека. Сейчас поисковые системы стали учитывать мобильные приложения, мобильную выдачу. Поэтому обязательно используйте адаптивный дизайн. Ваш сайт должен отображаться одинаково удобно и на мобильных, и на бесплатных компьютерах. Поэтому необходимо это проверить. Более того, выдача в мобильное сейчас учитывает адаптацию вашего сайта. И в случае, если сайт является адаптивным, то вы получаете некие привилегии в мобильной выдаче. Не размещайте по возможности большого количества всплывающих окон. Минимум всплывающих окон. Не нужно этого делать много. Ну и, конечно же, не используйте какие-то огромные выпадающие меню. Большие выпадающие меню чаще всего пугают. И вообще проработайте меню. Меню должно работать у вас просто вот прям очень хорошо, скажем так. Теперь, что касается контента. Мы в контенте от текста говорили, что уникальность должна быть, что интересная не должна быть. Но контент нужно еще и оформлять. Поэтому самое главное правило – это контрасты. Фон и текст должны быть контрастными. Ни в коем случае не должно быть такого, что у вас фон и текст сливаются. Читать нереально. Заголовки должны быть легко читаемыми. Это обязательно. А контент должен быть простым. То есть постарайтесь как можно меньше использовать каких-то терминов, каких-то непонятных вашей аудитории фраз. Вот, например, я сегодня, я думаю, что я сегодня использовал очень много непонятных фраз. Сейчас, но, к сожалению, в этой тематике без этого, наверное, никак. Вот, но постарайтесь этого не делать, чтобы вас понимали. Да, и, конечно же, предложение. Не нужно строить сложных предложений. В среднем хватает максимальной длины предложения в пять слов. Так будет читать вас интереснее и понятнее. Ну и, конечно же, внутри текста не нужно использовать верхний регистр. Ну и, опять же, повторюсь, информация должна быть полезной. Так, на самом деле, подходим к концу. Я уже практически закончил презентацию. Сейчас хочется поделиться с вами какими-то интересными и полезными инструментами, которыми я пользуюсь. В первую очередь, это, конечно же, сервис Seapult.ru. Он позволит вам получить много информации, как бесплатно, так и поможет вам в продвижении и в контекстной рекламе. Крайне это рекомендую. Канал на YouTube Seapult.tv – это канал о маркетинге. Там очень много видео, в том числе и моих, поэтому обязательно зайдите на него, посмотрите. Очень полезный канал. Сервисы Яндекса, Wordstat, Метрика и, конечно же, суппорт Яндекса. Очень полезные сервисы. Так, теперь полезные инструменты и ссылки. Seapult.ru – это если у вас нет сайта и вы хотите его по-быстренькому создать, такой сайт немасштабируемый, простенький сайт для какой-то одной услуги, например, вы можете использовать Seapult.ru. Если вы хотите создать красивый сайт, но бесплатно, это VIX, да, VIX.com. Но очень сложно продвигать практически. Вы можете, в принципе, забыть о SEO. Ну и дальше Roystat и Optimizer – это сервисы АБ-тестирования. Я их очень рекомендую. Теперь я еще хочу вам показать, сейчас я расшарю экран, еще несколько сервисов для анализа. Так, давайте попробуем начать демонстрацию. Высокое качество начать демонстрацию, все-таки попробуем. Так, я специально подгрузил несколько сервисов. Это сервис Linkpad.ru. По ссылке XML Linkpad.ru вы можете указать адрес сайта и понять, сколько на него закуплено ссылок и сколько ссылок уходит с него. Как вы видите, вот входящие ссылки, 536 входящих ссылок всего лишь на сайт идет, а исходящих ссылок – 19 тысяч. Это говорит о том, что это не очень хорошо. Давайте проверим сайт Ольги. Вот, у Ольги исходящих ссылок 265, ой, входящих ссылок 265 и исходящих ссылок 2511. Это говорит о том, что либо Ольга продает ссылки, либо просто очень много ссылок исходит на другие площадки. С этим это надо тоже проверить, потому что за исходящие ссылки тоже можно получить по башке от поисковой системы. Следующий момент – это проверка текста. Мы сегодня с вами неоднократно говорили о том, что текст должен быть уникален. Вот сервис ContentWatch.ru. Есть еще сервис Text.ru. Их на самом деле много. Давайте проверим уникальность контента на главной странице сайта Ольги. Ну и, конечно же, сервис XTool. Он позволит вам проверить траст сайтов в Яндексе. Опять же, просто указываем адрес сайта, жмем «Проверить», сейчас получим результат. Странно-странно. Давайте страницу какой-нибудь статьи проверим Ольги. Ну, например, вот эту. Невально. Вот информация о сайте. Говорит о том, что оценка трафика довольно низкая. Посещалка за день… Очень низкая. Странно. Если у вас так много запросов в топе, почему же у вас нет трафика? Тоже интересно. Вот на это стоит обратить внимание. Почему-то у вас очень мало трафика. За 31 день 6 человек перешло. Это немного не соответствует картине, поэтому нужно вот это изучить, этот момент. А вот уникальность, кстати, очень даже хорошая. Видите, статья уникальна практически полностью. То есть встречается где-то еще, но незначительно. Поэтому в этом плане сайт неплох. Вот. Таким образом мы можем проверить с вами… А, исходящие ссылки по теме. Ну, да, тогда закрывайте, по возможности, закрывайте ссылки от индексации и ставьте их либо в nofollow, либо в noindex, Ольга. Это будет вам полезно. Это хорошая тема. Чем все ссылки размещать индексируемые, это вот за это можно чуть-чуть получить от поисковой системы Яндекс. И что касается трафика. Я не понимаю, почему у вас так мало трафика. У вас очень небольшое количество трафика. Да, вот этот вот сервис xtool.ru, он позволяет получить информацию о трафике у многих сайтов, естественно, у кого информация есть. Поэтому используйте его для анализа своих. Ало, 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 прием, прием. Что-то у меня здесь все пропало. Да, 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 сейчас видно. Да, да, отлично. Видно, но не слышно. Ну что, чуть-чуть осталось и техника. Руслан? А, да, появился. Алло. Да, да, да. Да, вот мои контакты. Также меня очень... Если у вас какие-то вопросы появились, я готов ответить на них. Безинственное, что я... Большой. Вот, если у вас возникли какие-то вопросы по вашим сайтам, по интернет-маркетингу, по SEO-продвижению, вы можете всегда написать мне, я постараюсь вам в этом помочь. Вот. Ну и, конечно же, эти сервисы сейчас, о которых я говорил, добавлю в презентацию, чуть-чуть я подкорректирую, и она будет вам отправлена. Договорились, Алексей? Потому что презентацию я хочу чуть-чуть поправить еще. Нашел несколько моментов. Вот. Спасибо большое всем, кто сегодня меня слушал. Алексей, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было с вами пообщаться. Передаю слово тебе. Да, Руслан, спасибо большое тебе за время, за рассказ. Получилось очень полно, как обычно, здорово. Да, презентацию вышли. Тогда мне вышли более новую версию, я туда включу в отчет. Вот. Я думаю, что будет полезно. Ну все, тогда я думаю, что надо заканчивать, а то просто реально время поджимает. Если будут вопросы, пишите тогда напрямую либо Руслану, либо мне, либо там где-то еще. И говорю еще раз спасибо, и тогда хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо, Таня. Спасибо, Таня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.